Ребят, всем привет! Слушайте, как мне нравится находиться на даче, когда нет соседей, когда это будни. Вообще, это просто дикий кайф, такая тишина. Снова мне дядечка привез землю. Здесь три пакета по 60 литров, то есть 180 литров. И меня спрашивали, что за земля. Это садовая земля. Заказывала я, наверное, уже раз 5-6. Я сразу заказываю по несколько пакетов, потому что, ну, понятное дело, что все это заложить в вазоны удовольствия не из дешевых, так как землю я исключительно всю покупаю. Клумбы взять не могу, так как там одна глина. Поэтому, конечно, все тоже выходит в копеечку. Конечно, когда идут дожди и нет возможности убрать питунью куда-то под навес, то дожди делают свое дело, и питунья, как правило, начинает болеть. С чем я столкнулась в этом сезоне? Первое – это хлороз. Чаще всего хлороз именно в вазонах возникает из-за переувлажнения. То есть первое, что нужно сделать, это обязательно прорыхлить землю и убрать вазон под навес, если есть такая возможность. Очень часто, в принципе, и делать ничего не нужно, если грунт просохнет. То есть хлороз сам по себе исчезнет. Но я решила, у меня был вот такой магний-сульфат, и я решила все-таки провести обработку по листу. Хуже не будет, тем более я очень люблю магний, и три раза за сезон обязательно его применяю. Далее – это мучнистая роса. Вот тут как тут, белый налет, это все видно. Ну и если в том сезоне я, можно сказать, чисто для профилактики использовала препараты био-противогрибковые, то есть тот же фитоспорин, гомаир, аллерин-Б, глиокладин закладывала, то в этом сезоне я немножко расслабилась, друзья мои, ничего не использовала, и вот результат. То есть чуть-чуть переувлажнения и спровоцировала я мучнистую росу. Значит, чем можно, конечно, пользоваться, если нужна экстренная помощь? Это химические препараты, это скор, это фундазол, это топаз, но лучше все-таки использовать биопрепараты для профилактики. Я так считаю, то есть нужно быть на чеку, чтобы не допускать таких серьезных последствий. Оставила, не подумав, вазоны с георгинами, с однолетними и с ипомеей. И посмотрите, все практически съедено улитками. То есть вчера я прям вручную снимала, то есть есть растения, которые вот просто облюбовали улитки. И, честно говоря, я не знаю, с чем это связано, но вот их едят больше, чем все остальные. В прошлом году у меня все георгины были съедены, то есть зеленая масса после того, как они были покушаны, еще очень долго отрастала. Поэтому они у меня зацвели ближе к концу августа. Поэтому в этом сезоне надо было мне, конечно, принять меры и в траве их не оставлять. В том году омолаживала кустик спиреи, обрезала очень много сухих веток. И посмотрите, в этом сезоне новая поросль, он опять пышный. Сейчас еще только начинают метелочки распускаться и зацветать. Когда все это будет в большем объеме, конечно, будет красиво. Подрастает моя гадеция. Это, пожалуй, один из самых любимых цветов, которые я сею непосредственно прямо в грунт. И надо сказать, что в этом сезоне я бедна на такие растения. У меня была в том году и космея, и лаватера, и моя любимая циняя. Но вот в этом сезоне я не посеяла. Поэтому, друзья мои, на них обзоров, к сожалению, не будет. Каким-то магическим образом у меня здесь расцвели лилии. Я рассказывала вам, что практически я потеряла все луковицы лилии. У нас два года подряд были затяжные дожди. Но вот лилейникам пришлось получше. Здесь все-таки корневища, а не луковицы. А луковицы, к сожалению, вот в такой глинистой, мокрой почве расти не захотели. Вот еще тоже здесь на бутонах лилии. Ну, возможно, это какие-то остатки. Может быть, как-то вот они сумели выжить. Калибрахи тоже терпеть не могут переувлажнения. Об этом я еще вам говорила в прошлом сезоне. И я не убирала их, оставляла на улице. Вот тоже результат. Пришлось мне их подстричь, потому что вижу, что еще чуть-чуть и куст заболеет. Да ему будет и полегче. Он немножко распушится, потому что, конечно, со временем, если его не подстригать, то тоже стебли истончаются, оголяются и цветочки только на кончиках. А хочется все-таки, чтобы он был попышнее. Ну что ж, друзья, буду заканчивать свой ролик. Сегодня у нас вроде без дождя. Завтра намечаются дожди, поэтому сегодня я буду, конечно, убирать все свои чрезмерно залитые вазоны под навес, чтобы не было еще большего переувлажнения. Конечно, это очень удобно, когда ты можешь все это действие совершить, когда ты не в городе. Еще раз прошу, не сравнивайте меня с теми блогерами, которые живут в собственном доме, которые могут ухаживать за своими цветами каждый божий день. Я к этому и не стремлюсь, показываю вам свои результаты, потому что мы абсолютно в неравных условиях. Спасибо, что сегодня были со мной. Увидимся, услышимся. И всем пока-пока.